Вау! Позже Порошенко скажет, Украина возвращается в европейскую семью. За пафосом никакой конкретики, она есть. Безвизовый режим, как известно, предоставляет гражданину право пребывания в ЕС на срок в 90 дней в течение полугода. Но это не главное. Главное то, что режим не дает возможность работать или учиться на территории Евросоюза. Тут уже проблемы. Желающие попутешествовать по Европе, конечно, найдутся. Однако в основной массе украинцы поедут туда не в туристические поездки, а постараются найти себе работу. В том числе выйдут на нелегальные рынки труда. Кстати, в Брюсселе это отлично понимают, поэтому в договоре четко прописано. Евросоюз оставляет за собой право его приостановить в случае проблем с миграцией и безопасностью. Последнее явно относится к многочисленным бандам, орудующим под красно-черными знаменами. Чиновники Евросоюза, тем не менее, рискуют. По принуждению из-за океана или нет, судить не нам. Но глаза на все непотребства Киева они закрывают давно. Сегодняшний безвиз подписан через сутки после того, как Верховная Рада запретила георгиевскую ленту. Тотально, по всей стране. И после того, как депутат Береза сказал, мне хочется взять пулемет и все-таки положить всю эту сволочь. Это про тех, кто находил в себе смелость носить георгиевскую ленту на Украине. Бюрократов ЕС это... Ну, вернее, кто бесконечно из этих бюрократов может рассуждать о правах человека, такие заявления не смущают. Интересно, обнимут депутата Березу, когда он без визы приедет погостить?